добрый вечер друзья четверг 6 апреля а у нас дождик как интересно так вроде уж казалось бы закончились дожди но вот дождик и сегодня такой день интересный смысле как интересный насыщенный событиями одно событие которое широко обсуждается сейчас это вот изменение так сказать правил функционирования сената когда не требуется больше 60 голосов из 100 для того чтобы принимать решение по назначению судей в верховный суд четыре года назад в 2013 году это уже было сделано в отношении судей федеральных более низкого уровня еще там кое-кого и по большому счету вот это правило 60 процентов сейчас остается только для на принятие законодательных решений что тоже как бы может оказаться не вечным но обсуждают так что вот мол хорошо ли это и герем может быть вообще не так и страшно потому что ну в конце концов лошадь уже это 5 убежала из конюшни все равно то есть не то чтобы вот как ее там сохранить лошадь убежала инструмент филибастера превратился в инструмент саботажа когда меньшинство навязывает свою волю большинству причем не просто навязывает а просто в такой ну как бы исключительно злостной манере в основном как бы я не хочу сказать что только республиканцы пользовались филибастер для саботажа ну например деятельности администрации обамы но в основном они в основном они хотя и демократы на это тоже прибегали поэтому сейчас вот как бы демократы хотели ну остановить прохождение верховный суд вот этого кандидата со стороны трампа и ну вот значит соответственно там в ответ было принято решение об изменении правил теперь можно там простым большинством а простое большинство республиканцев есть и как бы одни говорят ну как же но ведь сенат ведь сенат же отличался всегда от палаты представителей там нужно было 60 процентов то есть это было место где люди договаривались но вот пишут либеральные средства массовой информации пишут но они давно перестали договариваться было время когда люди договаривались но они перестали уже давным-давно все идет по партийным так сказать рядам и никакой попытки договариваться не делается а происходит просто саботаж важных для страны решений и и вот так вот и ничего не происходит поэтому что тут сказать конечно некоторое балансирование все равно присутствует в том смысле что если у тебя есть простое большинство и ты например ну как них нет 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 не ты смысле ты а там значит конгресс голосует там какой-то закон голосует за этот закон а президент например имеет право бета и чтобы опровергнуть президента значит право бета нужно тоже достаточно серьезное большинство там простого большинства будет мало ну и пошло и поехало но если например и президент и конгресс вот как сейчас например в руках одной партии то как бы очень быстро все можно делать в общем учитывая что система разболталась и пришла в какой-то негодный смысле перестала быть функциональной то может быть действительно устранение всех этих дел она и к лучшему она и к лучшему то есть переход вот в системе большинства если если быть последовательным в этом деле то нужно тогда было бы отменить вот это все и в отношении прохождения законов их на самом деле было бы очень разумно отменить это все и в на выборах президента вот эти вот значит выборщики и вот как бы не неравноценное представительство значит то есть человек в одном штате у него один голос там а в другом штате другой то скажем так маленьком штате его голос дороже стоит чем в большом ну например если мы уже так говорим про большинство и если мы уже говорим что ну в конце концов традиция не работает и но действительно может быть тогда уже так все спрямить или будет как в обычной такой европейской парламентской демократии в конце концов но не никто не сказал что европейская парламентская демократия как-то принципиально хуже чем допустим там американской вот так что то есть тоже люди живут в общем в каком-то таком другом мире но тоже нормально живут есть еще вторая новость сегодня вот если первая с этим гнилом горсычем с судьей федеральной в смысле федеральной ну да он был федеральным в федеральном операционном суде а сейчас уже значит он будет в верховном суде во вторая это было предсказуемо ожидаемо к этому шло то второе событие было как бы неожиданным то есть трампу как бы очень последовательно и как но но как бы достаточно четко говорил что он против того военного вмешательства что вообще сша не должны лезть чужие дела нам без разницы что происходит там в сирии или в ливии там еще где-то это вообще не наше дело и украина тоже пасника началась не касается вот у нас свои дела вот мы тут у себя решаем и вдруг на тебе значит сегодня отбомбились там по сирии я не знаю какой был результат там этой бомбы люди бомбардировка не ракетами из средиземного моря там значит долбанули ракетами по аэродрому так я понял будет из того что я успел прочитать перед выходом с работы послали сколько-то там ракет томагавк и вот вот якобы по тому аэродром с которого взлетали там сирийские самолеты которые разбомбили там что-то или там я не знаю каким-то образом значит вот это произошло применение химического оружия в отношении там гражданского населения и так далее господи боже мой но в общем знаете всегда как вот когда происходят какие-то вещи такого плана вот допустим да какие причины вот какие почему на самом деле вот эти люди решили побомбить сирию так же как вот будет теракт в санкт-петербурге и сразу там десятки теорий почему это произошло кому это выгодно они сам ли это режим устроил там и так далее здесь тоже самое вам скажет может быть нам трамп тот решил популярность рейтинг свой приподнять какими такими решительными действиями а то все как-то у него все неудачи да не удачи может они решили теперь так попробовать не знаю вот про глинтона так говорит что он там запутался в монике и всяких вот своих личных там проблемах и из-за этого он значит решил там на югославию наехать вооруженным путем хотя многие объясняли что он как раз и не хотела вот его европейцы заставили но это отдельная история на секунду была такая гипотеза что вот клинтон хочет там как бы похоронить историю с моникой какими-то военными там приключениями хотя мы знаем что клинтон не любил военных приключений совсем это это и ему не хотелось этим заниматься совсем вот и то же самое обама не хотел хотя как мы знаем ему приходилось тоже вот идут на тебе из кореи вообще надо сказать что госсекретарь тилерсон который ну как министр иностранных дел фактически да он так интересно высказался по поводу северной кореи что никто понять не может чем собственно сказал мы когда со светланой вот я и пересказывал это все даже громыко был такой в ссср министр иностранных дел но он потом уже президентом даже был при горбачаеве но вот этот самый громыко он так говорил что понять что он сказал было нельзя вот что-то сказал вот и чтобы это значило и вот тилерсон так начинающий может сказать госсекретарь он сказал ему как как вы там прокомментируете то что там северная корея вот тут опять запустил там чего-то и он говорит северной кореи но но я моими словами я не дословно там не не читаю тексту не дословно сказал так что мы уже столько раз им говорили и вообще как бы предупреждали что вообще нет смысла больше на эту тему говорить сказал он без комментариев такой без комментариев не смысла все что-то говорить можно так много говорили что какой смысл вообще об этом говорить и люди говорят ну хорошо но что это значит что это значит это г traffic как вот это значит на хрен с уже пусть там запускают или это значит что больше говорить не будем а чем-нибудь их шандарах ним вот как сирию например да то есть что чтобы это значило заволновалась южная корея потому что случись чего с северной значит южная первая там под ударом окажется вот япония там она еще как-то подальше а эти то совсем рядом в общем какие-то такие странные потуги мы видим как бы явно у них рука тянется как сказать к револьверу да хотя вроде бы даже наоборот они говорили что нет нет мы не такие нас вообще не колышет я читал тут какой-то обзор уже на неделе три назад и там говорили какие условия там должны собраться до кучи чтобы трамп там мог например там переизбраться на второй срок когда время подойдет чтобы его президентство было как бы относительно успешно первый срок и там одно второе третье там 10 там говорили про вот изменения в инфраструктуре там большое строительство соответственно там репатриация денег которые не возятся в страну из-за налогообложения предприятий ну то есть там было много совершенно замечательных вещей и в частности там было сказано что не позволит втянуть страну в войну ни в какую потому что идея войны бесконечно не популярна ну вот с точки зрения того человека который это писал вот идея войны сильно не популярная наверно верно есть какие-то обзоры там опросы я не знаю там чего есть но в общем даже не знаю чего сказать все это происходит на фоне бардака такого перетряски скандалов взаимных обвинений в команде самого трампа в белом доме и как-то вот так какой-то такой нестабильности и тут еще и повоевать захотелось даже я не знаю даже что сказать мне это не нравится ни в каком виде хочу я вам сказать то есть я не могу сказать что нормально там допустим травить население химическим оружием об этом даже речь не идет но он ведь еще что сделал они не предупредили например там скажем россиян которые присутствовали на этой базе то есть они жахнули без того чтобы предупредить например я не знаю как это скажется на на отношениях я не знаю как это скажет на том что люди могут погибли и ну не знаю ну как то как тоже очень безответственно ну вот из того что пишут во всяком случае пишут что не предупредив жахнули что на этой базе там были российские военнослужащие чё-то чё-то я даже не знаю что сказать как-то как-то все это не не симпатично очень уже лучше бы он здравоохранение реформировал я бы я бы поддержал уже лучше бы он там построил что-нибудь хорошее там дороги мосты я бы тоже поддержал и даже стена мексиканская я в конце концов я не против но уже пусть будет стена пусть она стоит денег хрен бы снег уже пусть будет стена правда я не против я никогда не был против стены вот когда многие люди говорят стена это безобразие там надо границы открывать а не закрывать но я я не настолько вот значит как сказать открытый в этом смысле чек я бы стена неплохо если люди все время туда ходят и нарушают законы и как бы подрывают там как бы ну скажем не дают экономики нормально состояться и функционировать да так чтобы были какие-то визы специальные чтобы что процесс стал на место да вот они так через границу ходят то и на вэлфере потом сидят и еще что-то я когда уже пусть будет стена ну хорошо но всех вопросов не решит но какие не решит но вот так вот там скажем бомбить кого-то это что что это это что он продемонстрировал что он добрый что ему жалко детей пострадавших что он он что собирается делать он собирается каким-то образом ликвидировать режим этого асада что он хочет я не понимаю честно вот ты можешь бомбить конечно чего-то но где же ответ на вопрос а зачем зачем то как и и дальше что вот нет ответа на вопрос что дальше нет ответа на вопрос зачем поэтому я думаю что ближайшие несколько дней мы увидим очень серьезные в обществе дискуссии на эту тему и я думаю что вот если там трамп интересовался рейтингами своими я подозреваю что это сильно долбанет по его рейтингам которые так запредельно низкие вот там за месяц упала на десять процентов там 34 было процента поддерживали его деятельность я не я не знаю сколько теперь будет честно я опять я не могу за всю страну примете там люди разные они по-разному воспринимаются там те которые в твиттере у него сидят может быть они наоборот поддержки но вообще как бы начинать какие-то ходы без того чтобы знать как выбраться из этого они точно не знают у него них там никто ничего не знает поэтому компетентных людей нет там особо но нет наверно есть несколько но а что они могут у с такой команде где вот такое начальство я не знаю поглядим для меня это очень огорчительное такое событие даже не знаю неприятно в общем будем посмотреть что называется счастливы ребята у нас завтра вечером очередная прямая линия в ю тубе а я приехал домой до свидания